Нынешняя американская администрация будет продолжать свою работу до инаугурации новоизбранного президента Дональда Трампа до 20 января 2025 года. По словам Джо Байдена, он собирается как можно эффективнее использовать оставшееся время. У нас есть два с половиной месяца, чтобы закончить наш срок. Давайте проведем каждый оставшийся день с максимальной пользой. Такова наша ответственность перед американским народом. В американском министерстве обороны объявили о том, что до 20 января собираются завершить программы помощи Украине. Речь идет о пакете в 61 миллиард долларов, которое в апреле 2024 Вашингтон выделил на сферу безопасности. До окончания полномочий нынешней администрации планируется выделить оставшиеся 6 миллиардов. В ближайшие недели до конца работы администрации мы продолжим передачу пакетов. Это то, что мы делали довольно регулярно, почти еженедельно. Но я хотела бы напомнить вам, что не только Соединенные Штаты поддерживают Украину и будут продолжать поддерживать ее. Впрочем, это не единственное, что президентская администрация может сделать до окончания своих полномочий. Бывший посол США в Украине Уильям Тейлор уверен, что у администрации Байдена нет преград, чтобы позволить Украине бить западным оружием вглубь России. С его слов, особенно эта тема стала актуальной, когда в зоне боевых действий уже находятся войска КНДР. Это эскалация, поэтому президент Байден может оправдать для себя и политического сообщества изменения политики в отношении разрешения украинцам использовать оружие для ударов вглубь России против военных целей, включая северокорейские военные цели. Уильям Тейлор, чрезвычайный и уполномоченный посол США в Украине в 2006-2009 годах. В комментарии голосу Америки. Кроме того, до сих пор в процессе остается передача Украине кредитов в 50 миллиардов долларов, взятого под залог от доходов из замороженных российских активов, которые группа Семи выделила в июне 2024-го. Недавно в Вашингтоне объявили о передаче своей доли в размере 20 миллиардов. Страны G7 пообещали завершить передачу средств до конца текущего года. Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер уверен, что Штаты могли бы пролоббировать скорейшую передачу денег Киеву. Я думаю, это помогло бы компенсировать часть помощи или часть финансирования, которая может быть потеряна, если господин Трамп прекратит помогать Украине. Стивен Пайфер. Чрезвычайный и полномочный посол США в Украине в 1998-2000 годах. В комментарии голосу Америки. Также на ближайшее время запланирован ряд международных событий, не последнюю роль в которых будет играть США. Недавно спикер украинского МИДа Георгий Тихий заявил, что до конца ноября Киев планирует завершить работу над окончательным документом по второму саммиту мира, который должен состояться вскоре. Также 17 ноября начнется саммит Большой двадцатки в Бразилии. Среди прочего, по словам спикера МИДа КНР, на его полях состоится встреча китайского и американского лидеров Си Цзиньпиня и Джо Байдена.